Вопрос в том, что каждый отдельный человек стал соотноситься с Богом. Вопрос в том, что недостаточно стало простой веры, простой убежденности, простого доверия. Необходимо также возникло представление о том, что человек имеет некоторого рода способности, возможности. А почему человек не может попытаться что-то о Боге узнать? Почему нельзя попытаться найти свой опыт или использовать какие-то возможности для того, чтобы двигаться к истине? Как раз вопрос об истине здесь возникает. Почему? Когда говорят о гности, когда говорят о гностицизме, ведь речь идет не просто о том, что такое Бог. А вопрос сразу возникает о том, в чем состоит истина. В чем состоит смысл гностицизма? Да, но это было определенного рода историческое явление. Нам как бы не интересно на самом деле его подробности, потому что дело ведь не в подробностях, а в том, что люди пытались найти какие-то новые способы, новые опыты. Они использовали магию, мантику, хиромантию и всякие, много чего для того, чтобы найти, обозреть все возможности, которыми человек может удостовериться в чем-либо, понять этот мир. Собственно, в каком-то отношении этот гностицизм стоял также в основании современной науки, скажем так. Но это в принципе и издревнее движение человека что-либо познать, понять истину. Любопытно на самом деле, что уже гностицизм, любопытно для нашего разговора о Боге как сознании, что уже гностицизм понимает на самом деле недостаточность представления о Боге как о парце. Вот мы говорили в прошлый раз, что если Бог творит мир и делает мир чем-то иным, то поскольку Бог не может створить другого Бога, и поскольку Бог не творит самого себя, а творит Он нечто иное, то вот это иное является несовершенным, в том смысле, что оно является иным по отношению к такому совершенству, как Бог. И это в относительном смысле, оно является несовершенным, и это означает, богословие, что оно является чем-то как бы имеющим недостаток, какой-то изъян, и тем самым злым. То есть получается, что Бог творит нечто злое. Но это же противоречие, ведь Бог является благом, и Бог не может творить злое. Бог блага не может творить ничего злого. И получается, что вот такой странный вывод, что Бог и мир сотворить не может. Не может Он сотворить мир, который является чем-то иным по отношению к Нему. В богословии сознания такой проблемы нет, потому что все находится в Боге. И Бог в мире вот в этом смысле, что как иное из себя, Он не творит. Такой проблемы нет. Потому что мир находится в Боге, да, и мир не творится, мир как бы другим способом существует. Как-то существует любовь. Мы пока этот вопрос не обсуждаем, пока оставляем его открыто. Но тем не менее, вот этого понятия творчества, или как христианцы говорят, творчество из ничего, да, когда существовал только некий абсолютный Бог, и потом из ничего Он творит мир, вот такого креационизма и такого креационистского представления не было. Нет в философии сознания. Такого креационизма нет в богословии сознания. И чтобы вот это вот противоречие преодолеть, я сразу уже с первого нашего семинара заметил, что сам факт того, что совершенное существо, абсолют, творит мир, уже есть изначальное противоречие. Потому что он не может сотворить, я еще раз говорю, что нечто совершенно всегда творит нечто ниже самого себя. То есть он всегда творит, значит, нечто, в чем присутствуют некие изъяны, то есть присутствует зло. И вот получается, что сам факт этого, этой возможности, да, рассматривать Бога как Творца, ведет к тому, что Бог является злым. По крайней мере, либо Бог является злым, либо Бог, если Бог сознательно создает такой мир, да, несовершенный, то Бог является злым. А если Бог делает это неким родом слепым образом, да, как-то бессознательно, Бог является как бы недобогом, да, какого-то рода, там, увечным демоном, там, ну, иногда говорят о демиурге, да, слепом демиурге. То есть слепой демиург создает мир, да, злой мир, не потому, что сам этот демиург является злым, а просто потому, на самом деле, что он просто неразумен, да, он не является чем-то сознательным, он не является чем-то там, не является благом, да, вот в высшей степени, да, он является чем-то точно таким уже недостаточным. Как это объясняется в гностицизме? В гностицизме это объясняется следующим образом, что на самом деле, ну, я сейчас расскажу некоторого рода миф, но нам важен не сам миф, нам важен смысл, который в нем являет. Явля, что есть некоторого рода плерома, да, есть некоторого рода верховный бог, и никакой этот верховный бог никакой мир, конечно, не создает. А создает этот мир некого рода низший бог, вот тот самый демиург. И этот демиург, он на самом деле, ну, если брать уже миф, там, он возник из некоторого распутства богов, да, но неважно каким образом он возник, даже, в принципе, это несущественно. Существенно просто то, что он является невысшим богом, да, он является такого рода низшим богом, да, и вот этот низший бог, он творит мир, потому что он просто является некого рода слепым богом, да, бессознательным таким богом. Он просто ничего другого не умеет, он сотворяет мир и заковывает искры света, да, которые представляют собой люди, в материю. То есть, собственно, вот этот демиург, он создает мир, как бы, и заковывает людей в этом мире, да, и именно он является причиной и творцом этого мира. Верховный бог не является творцом этого мира, да, верховный бог оставлен, там, он является другим. Верховный бог, вот, он потом спасает людей тем способом, что посылает, то есть, если брать уже преломление этого мифа, допустим, в христианском изложении, да, он посылает вот Иисуса Христа, своего сына, который освобождает людей от вот этого, от пленения вот этим слепым демиургом, да, то есть, собственно, ну, там целая история рассказана, каким образом это происходит. Иначе говоря, вот здесь есть различение двух богов, да, вот бога высшего, да, который никакой мир не творит, и бога низшего, да, который творит мир. И причем вот этот низший бог в силу своего несовершенства, как бы, он и творит несовершенный мир. И здесь никакой проблемы-то нет. Он сам несовершенный, он сам не является высшим богом, да. Да, получается, христианство сатана сотворит. Да, и, собственно, как бы, я к этому вел, потому что был такой представитель, опять же, христианства, Маркион, он, ну, заклемен в ереси, И он, собственно, как раз один из таких выдающихся ересиархов, можно так сказать. Причем многие последователи первых христиан, они именно даже следовали этим рассуждениям Маркиона. Просто Маркион считал на самом деле, что вот этот ветхозаветный бог, о котором речь идет в Ветхом Завете, и есть тут самый Демилук. Потому что если посмотреть, как ведет себя этот бог в Ветхом Завете, то он на самом деле достаточно злой. Он постоянно насылает, приказывает людям идти, уничтожать, убивать. Совершать надо какие-то странные, недостойные бога поступки. Допустим, сердце фараонов ожесточает для того, чтобы самопоказать то, что какой он там великий. Он какой-то странный бог, он ведет себя странно. С Саулом какие-то у него там странные взаимоотношения и прочее. Иначе говоря, бог странный, и приказания его бывают часто очень странные. Он не выглядит как своего рода бог добро, как бог благо, он не выступает. Нет, я не согласен. Но это ты не согласен, дело не в этом, что можно так интерпретировать. И, собственно, поэтому Маркион предлагал считать ветхозаветному богу, Его, именно этим Демилу. А настоящего бога, бога благо, был явлен только благодаря Иисусу Христу. И, собственно, Иисус Христос, ведь ее ангел так и говорит, что никто не знает отца, кроме как через сына. То есть об этом прямо буквально в смысле и говорит, что иначе нет другого пути к отцу, кроме как через сына. Что гностики пытались истолковать разговор о том, что бог сотворил мир. В каком-то другом ключе, поскольку я же объясняю, что бог не может сотворить мир не злым. В силу самого того, что бог один, что он благо, что он не может сотворить второго бога. Понимаешь? Получается, на самом деле, что мир сотворить не мог. Иначе получается противоречивое. Но христианство считает, что он сотворил совершенное мир. Как это? Человек отпал. И все искать. Ты не понял. Дьявол отпал. Ведь вопрос, да, не состоит в заклинаниях каких-то. Что там считает христианство? При чем здесь это-то? Что это не заклинание? Не заклинание. Ну, я же тебе объясняю, почему бог не может сотворить мир совершенно. Потому что мир не есть второй бог. Мир же это не бог, это другой же. Значит, мир не такой совершенный, как бог. То есть, бог вообще ничего творить не может? Да. Он вообще не творец? Нет, просто он не может творить, да, он не творец. В боге все есть сразу, как в сознании. Ничего вне-вовне нет. Творит только существо, которое имело сначала возможность, а потом ее существило. Сам акт творчества является актом признания своей предварительной недостаточности. Ты что-то творишь только потому, что ты имеешь некую недостаточность. То, что имеет достаточность, оно всегда уже во всех своих потенциях осуществлено. Если сначала есть некая потенция, а потом в боге, да, вот есть некий абсолютный, у него есть потенция. И потом только она осуществляется. Это говорит о том, что этот творец не является на самом деле настоящим. То есть, неправильно я говорю. Это не означает, что это существо не является абсолютным. Ну да, да. Больше как бы похоже. Ну как бы лучше, когда мир является частью сознания бога. Ну частью бога, да. Нет, здесь даже не в том сосоид, что одно решение лучше, больше и прочее. А здесь в принципе, в логическом отношении, бог, выступающий как бог-творец, является богом зла. А поскольку бог, если этот бог изначально является благом, то не может благой бог творить нечто злое. Не может. А не злое может? Это означает противоречие. Он ничего не может творить именно. Он вообще ничего не творит, потому что все сразу есть. Еще раз тебе объясняю. Для того, чтобы он что-то сотворил, нужно, чтобы сначала была потенция того, что он хочет сотворить, а потом она была ее реализацией. Подожди, а вот этот бог благое, он вообще хоть что-то может? Он сразу, вот это все, все есть сразу в боге. Все в боге. Нет ничего, кроме бога. Ну да. Кроме бога ничего нет. Что значит он все может? А все, что он может, уже есть. Не так получается, что сначала может. Только у людей так. Сначала человек что-то может, а потом он это, то, что он может, осуществляет. У бога все, что он может, сразу есть. Не так случилось, что был бог до, в кавычках, до творения мира, а потом он сотворил мир. Это означает, что был бог до того, как мир был сотворен, и был бог после того, как он мир был сотворен. Понимаешь, это означает, что бог увязался во времени. То есть бог, получается, оказался во времени. Это просто я тебе показываю еще вторую противоречию. Бог был до времени, бог стал после времени. После того, как возник же мир когда-то однажды. Это означает, что бог как бы во время, существует как будто бы во времени. Как будто бы. Здесь на самом деле можно говорить о логических каких-то вещах и прочее. Но пока мы в эти глубины углубляться не будем, вот возникают, как бы, те, которые лежат на поверхности, два соображения. Первое соображение. Сначала бог возникает как потенция, а потом бог возникает как реализация. Это первое возражение. А такого быть не должно. Потому что согласно любому определению, бог является актуальностью всех своих потенций. Сразу. Не так, что было до, а потом после. А сразу. Это первое возражение. Второе возражение состоит в том, что в силу того, что есть творчество мира, из ничего или из ничего, это не важно. Это некоторого рода рубеж. Есть то, что до этого рубежа, некое существование бога, есть то, что после этого рубежа. Опять же, бог получается в некотором отношении во времени находится. Ну да, появился мир, бог стал как бы вполне. Так не может. Да. Он же уже был абсолютный. Правильно. То есть воля как бы, он и так был абсолютный, а тут как бы... Тут еще что-то появилось. Да. Появилось еще что-то, и как будто он стал еще абсолютнее. То есть бог еще и изменился. Как я говорю, бог превратился в нечто такое, что по всем понятиям, богословие не относится к богу. Миров-то много. Но под многими мирами понимает один мир. Много миров, это все равно один мир. Много миров или один мир, это совершенно несущественно. Вопрос самый главный состоит в том, что бог в принципе... Он вне времени умеет так делать все. Ну это понятно, что такое вне времени, это все понятно. Не во времени. Раз, и все начало вдруг это твориться, происходить. А ты пойми на самом деле, из-за того, что ты скажешь, что что-то началось вне времени... Средидастся в том, в этом личный путь, солнце... Еще послушаю, Людмила, для того, чтобы что-то обречет и говорить, что находится вне времени, для этого надо предположить и понять, что такое бог, когда мира не было. Вне времени это существует или как-то. А что такое бог, когда мира не было? Нам ведь... Почему нужен бог, когда мира не было? Чтобы он был абсолютный. Бог должен был существовать, когда никакого мира не было. Тогда можно будет и времени никакого не было. Это совершенно не важно. Важно, что был такой момент... Я даже не знаю, как тут выражаться, да? Момент, потому что тоже указывает на некое время. Но можно сказать, что было такое состояние бога, когда никакого мира не было. А это состояние нам нужно для того, чтобы бог был абсолютным. Потому что если бог соотносится с чем-то иным, с чем-то другим, он не является абсолютно. Да, мы уже это обсуждали, когда обсуждали бога у Аристотеля, который замкнут на самого себя. Так вот, теперь, другой момент. Бог создает мир. Почему? Потому что мы указывали, что мир, вот он, вокруг нас. И значит, он создан. Потому что его же не было. Бог-то был абсолютным. А мир он и есть сейчас. И мы должны как-то указать тропинку между богом и этим миром. И можем единственную тропинку указать, что бог этот мир создал. Да? Другой тропинки нет. Ну как еще объяснить? И вот если мы эту тропинку берем, то тогда мы должны, вот, попадая в всякого рода такие казусы, да? Как это так, что бог, это абсолютное благо, создает нечто несовершенное. То есть, а значит, злое. Конечно, это не абсолютное зло, понятное дело. Да? Это относительно некоторого зла. Ну, всякое, все, что имеет недостаток, да, и есть относительное зло. Мы об этом уже много раз говорили. Что зло – это недостаток добра. В мир наш он тем является недостатком, что он не является богом. Понимаешь, он не является богом, и в этом смысле в нем есть недостаток. А что такое он не является богом? Бог и есть благо. То есть, мир не является таким же благом, как бог. Он, конечно, является другим благом. Меньшим благом является, бесспорно. Но он не является таким же благом, как бог. Если бы мир существовал рядом с богом всегда, проблемы бы не было. Бог же тогда не творит мир. И тогда получалось бы, на самом деле, что возможно существование рядом с богом другого, какого-то блага относительно. Меньшего блага, чем у бог, ну и так далее. Но бог-то ведь творит. В этом проблема состоит. Он творит. А почему он, как мы объясняем, творит? Потому что мы не можем рассуждать о том, что мир сосуществует с богом. Но почему? Потому что в этом случае у нас получается, что бог изначально не абсолютен. Он ограничен миром. Изначально не абсолютен получается. Тогда получалась у нас философия Аристотеля. И мы тогда... Бог, чтобы быть абсолютным, совершенным, он должен был замкнуться на самого себя. Он сам по себе существует как цель. И все остальное движется к нему. Так вот. Теперь мы возвращаемся к изначальной посылке. Получается, что бог... И мы здесь правильный вывод сделали все. Там гностики для нас явились только примером того, что мы просто находимся на правильном пути. То есть уже гностики в каком-то отношении на это указывали. Они указывали на то, что представление о боге-творце противоречит изначальному пониманию того, что является богом. Бог не может ничего творить. Не может. Не может не потому, что он не обладает этой мощью. А потому что такое понятие как созидание, как творчество, это относится, на самом деле, к конечным существам, но не к абсолютному. Абсолютное существо сразу существует во всех своих потенциях. Сразу. Каким образом сразу, это не образом во времени. И не тем способом, чтобы бог что-то творит. А просто это потому, что все есть бог. Ничего другого, кроме бога, нет. Всегда так было. И никогда иначе не будет, что все есть бог. И тогда, вот возникает, опять же, если брать отсылку к гностикам, вот та самая плерома. Плерома по-гречески означает полнота. То есть изначально, согласно гностикам, согласно неоплатоникам, была некая плерома полнота. Согласно неоплатоникам там одно. Ну, просто я всегда говорил, что на самом деле одно, наше сознание, вне которого ничего нет абсолютно. Получается, мир был всегда. И плером. Мир. Вот здесь вот мы говорили, мы проговорили креационизм. Каким образом мир всегда есть в боге. Да, мир есть всегда в боге. Мир был всегда и он всегда в боге. И просто мир есть часть бога. Слово часть, правда, надо в кавычки взять. Потому что это не часть, как вот в материальном отношении, вот у нас есть счастье. Это совсем в другом смысле. Влад, знаешь, ну в этом же мире есть люди, которые что-то творят. А это же тоже часть бога. А творчество-то происходит? Нет, нет, еще раз. Наше творчество, это не творчество абсолютное. Это не творчество из ничего. Наше творчество, это из одного другое. Ну мы же тоже часть бога, получается. Еще раз говорю, мы часть бога. Просто, понимаешь, может быть есть какой-то путь, при помощи которого абсолютный бог может творить мир. Почему? Потому что же есть путь, когда абсолютный бог и мир существуешь рядом с ним, слышишь? То есть бог во всех своих потенциях. И поминется, ты как не можешь понять однажды раз навсегда, что если в логике что-то есть, то это никакие уже оговорки, ничего не изменят. Логика, она смертельна, понимаешь? Логику можно опрокинуть. Еще раз говорю, это можно опрокинуть, только если определение изменить. Если мы считаем, что бог есть благо, то и он один, он не может сотворить второго бога. То есть мы считаем, что два бога это противоречие. Если мы считаем, что возможно, что существует два бога, ну тогда можно обсуждать дальше. Если мы считаем, что бог один и не может быть двух богов. Если мы считаем, что Бог не может поэтому сотворить второго Бога, да, что это правильно. Если мы считаем, что Бог благо, вот исходя из этих посылок следует, что Бог не мог сотворить мир. Почему? Потому что в этих посылках мир оказывается чем-то недостаточным, чем-то на самом деле несовершенным. Ну я не знаю, я не понимаю. Получается, что Бог вообще ничего не может. Еще раз, я вижу. Он же есть во всех своих потенциях. Вот есть и все. Он как фотография. Еще раз, я тебе объясняю. Потому что на самом деле вопрос, я же тебе уже сказал, что это богословие мышления. Богословие мышления, именно в этом состоится самая фундаментальная проблема богословия мышления, которая должна объяснить, почему Бог вообще мир творит. Зачем совершенному Богу творить мир? Хорошо, уберем все эти вопросы. Зачем совершенный Бог сотворил мир? Зачем? Ну просто, одна из его... Ну вот такого не бывает. Просто это бывает только на кухне. А вот в нормальном, в богословии, просто никаких не бывает. Нет, никто не придирается. Он же и все возможности реализует. Вот реализует эту возможность. Еще раз объясняю. И в правильном понимании это должно было бы так означать, что никакой мир не творит, а мир всегда был. Нет такого момента, когда было до и когда было после. Но это и означает... А это могло быть только в том случае, что если Бог и мир сосуществовали предвечно. Правильно? Ну а как иначе, если мир и Бог всегда были, значит они предвечно просто сосуществовали. А сосуществовать они предвечно могут двумя способами. Либо как у Аристотеля, когда мир отдельно, Бог отдельно. Либо тем способом, что мир в Боге... Понимаешь? Мир и с Богом сосуществуют. Да, но мир в Боге, он просто является частью Бога. Другого пути нет, других возможностей нет. Либо Бог сотворил мир, либо Бог сосуществует с миром. Всегда. Но сосуществует может двумя способами. Либо отдельно, Бог отдельно, мир отдельно. Тогда Бог ограничен миром, как у Аристотеля. Либо на самом деле мир в Боге. И тогда на самом деле это в Боге мир находится. Но находимость мира в Боге... Можно понять только единственным способом, что Бог является абсолютным сознанием. Другим способом не понять. Потому что представление о том, что мир находится в Боге, как в пространственном отношении, как один материальный объект в другом материальном объекте, это на самом деле неправильное понимание. Потому что Бог не является материальным в том смысле, как он является материальным и все остальные вещи. Почему? Потому что все, что является материальным, оно подвержено возникновению и уничтожению. Все материальное, оно изменяется. Бог не может быть материальным. Силу того, что такое материя. Поэтому мир не может быть как в пространстве, в Боге. Можно представить, огромное космическое пространство, а в этом пространстве наша планета находится. В таком смысле нельзя представлять себе Бога в таком пространственном отношении. Что наш мир просто в пространстве вложен, как в космос вкладывается мир. Бог не в таком смысле является. То есть космос не является Богом. Античные философы так могли понимать. Но я же объяснял уже, что у них возникает много проблем. А в самом деле в другом состоит суть. Что Бог является сознанием и мир находится в Боге. Конечно возникает проблема соотношения Бога, который является изначально Духом. Как он там находится? Еще раз объясняю. Возникает проблема, каким образом Бог, как абсолютное сознание, как Дух, взаимосоотносится с материальным миром. Это та же самая проблема, которая существует у нас, у людей. Каким образом наше человеческое сознание взаимоотносится с нашим же телом. Каким образом? Ты можешь раз объяснить, каким образом наше человеческое сознание взаимоотносится с нашим материальным телом. Этот вопрос называется психофизиологической проблемой, которая в принципе нерешаема и не будет решена никогда. Это одна из фундаментальных проблем, которая в принципе просто нерешаема. Мы не можем ее решить. И поэтому мы не можем понять, каким образом Бог, как абсолютное сознание, соотносится с материальным миром. Точно так же. Потому что, еще раз говорю, порядок небесный и порядок земной один и тот же порядок. Если мы что-то не можем понять на уровне земного, то не можем понять и на уровне небесного. Почему мы можем понять, как наше сознание соотносится с тобой? Ну это проблема. Почему не можем понять? А в чем проблема? Потому что либо мы находимся только в материальном плане, и тогда мы на самом деле будем рассматривать все причины и возникновения и прочее только в материальном субстрате. Либо мы находимся в сознании. И тогда мы на самом деле все обсуждение так и останется внутри сознания. Иначе говоря, либо мы внешним образом двигаемся, как двигается наука. Наука может думать о том, что она якобы ее решает эту проблему. Но она всегда внешним образом будет к этому относиться. Она будет говорить о сознании, которое представляет собой, либо субстрат какой-то, что-то, нечто в теле. Она будет этот субстрат искать в теле, чтобы его объяснить. Понимаешь? А сознание же это не субстрат в теле-то, это нечто другое. А если мы изнутри будем двигаться, если мы будем исходить из того, что мы понимаем, что такое сознание. оно вот есть, каждый из нас это понимает. И пытаться изнутри как-то понять, как к телу, мы никогда к телу не придем, понимаешь? Мы будем говорить, вот это тело, и что, как мы к нему придем, это в этом сознании. То есть проблема здесь состоит в том, на самом деле, что есть две взаимодополнительные какие-то сущности, нету перехода, именно что. Проблема состоит в том, что перехода не указать. Каким образом внутреннее и внешнее вставить некий один план. Вот этого плана, вот для этого должен быть некий третий план, да? Этот третий план просто нам недоступен, потому что мы сами сознание. А что за третий план? Ну, есть две сущности, да, которые не могут быть, любые две сущности, которые не могут быть соотнесены с друг другом непосредственно. Чтобы они могли быть соотнесены, нужно какая-то третья сущность. Ну, не обязательно, дело не в наблюдателе, и основания какое-то нужно, на котором их можно было бы соотнести. Вот, допустим, это есть мышление, а есть восприятие. На самом деле и восприятие, и мышление – это разные по сущности способности. Сознание. Да, а у них общее основание – сознание. Именно поэтому мы понимаем, что такое мышление, а что такое восприятие. Понимаем, как они соотносятся, понимаем, как понятие надо спроектировать в мир, и как получается знание. Вот это все, всю эту механику мы понимаем. Мы можем отсюда делать многие выводы, что такое знание, строить целую науку, гносеологию и прочее. Потому что у нас есть основание, и мы на нем стоим, это сознание. А сознание соотнести с нашим телом мы не можем, потому что основания нет. Единственное основание – это наше сознание, но мы тут ничего не можем сделать. Мы стоим на нем и все. И вот эта психофизиологическая проблема, которая нерешаема, она точно таки… Есть, ты, это Бог. Да, Бог, конечно, только Бог-то знает, как это происходит, но мы и не знаем просто. И поэтому мы не можем понять, да, ты правильно говоришь? Мы не можем понять, как Бог, как абсолютное сознание, соотносится с материальным миром. Мы это понять не можем. Не потому, на самом деле, что это не… Что в принципе, это немыслимо. Которым, как-то соотносится, раз оно… У нас же соотносится. Вот на нашем примере, на примере каждого отдельного человека мы понимаем, что наше сознание как-то соотносится с телом, потому что… Ну просто это опыт показывает, да, что в этом есть какое-то соотношение. Мы можем частично своим телом управлять, да, как бы… Ну мы понимаем, что тело наше, именно с нашим сознанием соотнесено, да, вот это… Ну, я уже просто говорю о некой очевидности. Но, тем не менее, объяснить это невозможно. Что тут можно сказать, кроме того, что это так? Кроме всего факта соотношений. Точно так же и здесь, и с Богом. Поскольку, еще раз я говорю, что порядок, мы постоянно об этом возвращаемся. Порядок земной, порядок небесный, это один и тот же порядок. Не потому, еще раз просто возвращаясь к этому, что небесный порядок не может подняться выше того, что является на земле. Буквально в смысле тот же самый. А потому, на самом деле, что мы познать его можем, только исходя из наших земных представлений. Причем, на самом деле, что вот эта мысль о том, что порядок земной, порядок небесный, это один и тот же порядок, уже присутствует и у гностика. Есть такое герметическое представление, что то, что вверху и то, что внизу, одно и то же. Или то, что внутренне, и то, что внешне, это одно и то же. То есть, и внутренне, и внешне, и вверх, и низ, это одинаково. Имеет одинаковый порядок. То есть, когда я высказываю мысль о земном порядке и небесном порядке, опять же, это не является чем-то таким неизвестным, только мной придуманным. Это, на самом деле, давно известная стандартная мысль, герметическая философия. Только еще раз я пытаюсь на это навести, что мы хотим избавиться от всякого рода мистики, от всякого рода привнесений, от всякого рода мифов. Он придумывает много образов каких-то, имен каких-то, какие-то рассказывает истории, верит в какие-то инкарнации и прочее. Мы хотим избежать всего этого. Мы занимаемся только логической стороной вопроса. И то, что в этом логическом движении мы, на самом деле, время от времени сталкиваемся с какими-то реальными учениями, философскими, которые в истории просто себя проявили, это просто означает, что мы находимся на некотором правильном пути. То есть, мы просто движемся в этом пути знаний и проходим определенного рода, неизбежно проходим определенного рода этапа. Мы не будем вдаваться в эту мистику, естественно. Мы будем заниматься логической стороной вопроса, потому что мы же хотим заняться именно богословием. Так, вопрос следующий. Не надо думать, на самом деле, что из того, что Бог не является творцом, поскольку противосмысленным для Бога быть творцом, исходя из того, как мы рассуждаем, не может абсолютное благо творить нечто зло. Это просто противоречие. Так вот, не надо думать, на самом деле, из того, что если Бог не творец, то это как-то умоляет Бога. Это, наоборот, Его возвышает. Потому что то представление о творце, которое имеем мы, это представление о неком ремесленнике, который, на самом деле, из ничего-то одного, допустим, из материала делает нечто другое, допустим, какую-то там вазу или строит дом, и прочее. На самом деле, то, что мы понимаем по творчеству, есть всегда нечто конечное, есть нечто в самом своем осуществлении несовершенное. Потому что сначала должен быть замысел в нашем сознании, в нашем мышлении. Потом этот замысел надо воплотить в материале и прочее. Это своего рода, некого рода движение во времени. И это движение во времени нельзя переносить на абсолют. Потому что, так вообще говоря, согласно любому богословию, абсолют находится вне времени и пространства. Почему? Потому что, если он находится во времени, то он, значит, зависит от этого времени. То он не является абсолютом. Либо можно говорить о том, что тогда этот абсолют изменяется. То есть он был одним, стал другим. Это, опять же, недостойно абсолюта. Если Бог находится в пространстве, то точно так же. Он, значит, подчинен этому пространству. Именно поэтому Бог находится и рассматривается вне времени и пространства. Но это пока сейчас не главное. Мы к этому вопросу, может быть, придем когда-нибудь. Мы пока это не обсуждаем. Нас сначала нужно выяснить все вопросы, касающиеся первичных определений абсолюта. И мы уже посвящаем третье или четвертое заседание семинара для того, чтобы понять, что представление Бога в мышлении, оно имеет многие эти проблемы. Возможно, эти проблемы, может быть, как-то решаются по-другому. Но вот из того, что я излагаю, как бы никаких решений не видно. Мышление есть нечто необходимое, да, оно как бы принуждает нас к следованию его логики. Здесь ничего сделать просто нельзя. Что можно сделать? Возражение всякого рода, что мы просто пытаемся мерить божественно, человеческими мерками, и всякого рода отход гипотезы, связанные с тем, что объясняется из какой-то там любви и прочее, это на самом деле никак не помогает делу. Потому что сама противоречия изначально, да, о том, что Бог вообще мир творит, да, и что сотворить Он может только злой мир, да, вот оно изначально как бы никак не разрешимо. Потому что тут изначально есть противоречия, которые просто ничего с ним делать нельзя. Если противоречие возникло мышлении, то с ним уже сделать ничего нельзя. Никакая детализация, никакие дополнения и пояснения здесь ничего не помогут никак. Может, как-то по-другому все проинтерпретировать? Ну, в любом случае, как бы представление, для того, чтобы по-другому проинтерпретировать, надо изменять предпосылки. А какие здесь предпосылки? Предпосылками является, что Бог один, что не может быть два Бога, ну, или три, или четыре, или сколько-то много. Это первая предпосылка. Можно отказаться от нее, тогда Богов будет много. Что, к чему это приведет? Это приведет к тому, что каждый из Богов будет ограничен другим Богом, да, что все Боги друг друга ограничат. У нас раньше, когда мы рассуждали в философии Аристотеля, Бог был чем-то рядоположным миру. И получалось так, что Бог был ограничен миром и сам ограничил мир, да. Бог и мир были рядоположны. Что значит рядоположны, да, объясняю слово. Они как бы в одном ряду находятся. Вот этот стол, этот стул, да, это, находятся в одном ряду. Они материальные, они как бы вот одно, вот другое, они как бы находятся в неком ряду одном. И когда они находятся в одном ряду, их можно сравнивать, потому что они в одном ряду. Их можно соотносить. Точно так же, если Бог предоположен миру, он не не считает, вот мир, а вот Бог, они как-то рядом, их можно соотносить. И если их можно соотносить, значит, они взаимно друг друга определяют, взаимно друг друга ограничивают. Точно так же, если два Бога, один Бог, второй Бог, ведь каждый из них Бог, и поскольку каждый из них одной сущности, а именно Бог, то они предоположены, они друг друга ограничивают, и каждый из них перестает быть чем-то абсолютным. И можно, отсюда возникает представление о каком-то другом боге, который один, который выше этих двух. Для этого, чтобы это понять, достаточно обратиться к философии неоплатонизма, где на вершине вот этой пирамиды и иерархии возникает именно одно. Не два, не три, а одно. Почему? Потому что каждый раз вот это вот двоение, троение и так далее, оно все равно будет требовать более высокого основания, которым является одно. Каждый раз так получится. Для того, чтобы было эти двое, необходимо иметь некое общее основание, которое их вмещает, мы говорим, два бога. Они же, чтобы быть двумя, нужно некое основание, чтобы у них было различие. Вот это основание теперь будет тем самым одним богом. Для того, чтобы это было понятно, можем опять же перенестись в рассуждение гностиков, которые говорят о плюроме. А плюрома – это буквально в смысле полнота, то есть она все в себя вмещает, вообще все находится внутри, в плюроме. Это вот как вот наше сознание, все находится в сознании. Сознание является общим основанием для всего. Поэтому представление о том, что богов вдвое, приходится отметать, приходится говорить об одном боге. Но вот это один из способов как бы решить эту проблему, что вот если можно было бы решить что-то богов два, тогда можно было бы решить проблему. Получалось бы так, что один бог не творит мир, а другой бог творит мир. Вот как было в этом, в гностике, Демиур, слепой, творит мир, он потому что сам недостаточный. А тот бог, он как бы мир не творит. И получалось, что истинное благо, да, абсолютное, оно просто основанием является, оно мир не творит. А вот порождая какой-то там второстепенный бог, да, который породился от этого, и зашел от этого единого основания, он как бы мир произвел. Но поскольку он сам является чем-то неполноценным, да, по отношению к абсолютному богу, то он как бы творит, точно так же неполноценный, несовершенный мир. Но у этих богов было бы два, понимаешь, опять же. И они все равно как бы, как ни крути, все равно друг друга ограничивают. Это одна проблематика. Вторая проблема, которая помогла бы, если варьировать, опять же, наши исходные предпосылки, она состоит в том, что является ли бог благом, да, ну, не знаю, стоит ли это обсуждать или нет. Если бог не является благим, то есть он изначально является, условно говоря, там, я не знаю даже каким-то он является. Ну, допустим, он вне рамок отношения благой там или злой там и так далее. Тогда и на самом деле и мир он творит тогда какой-то там другой, да, не такой же, как он сам. И не знаю, как можно ли применять тогда к миру тоже такие выражения, как зло или благое и так далее. Я не знаю просто. Просто если погружаться в эту пучину, да, тогда вообще, возможно ли тогда вообще богословие, если бог у нас не будет блага, и вообще непонятно тогда. И можно пытаться здесь также брать со стороны бытия, да. То есть можно ли считать злом, допустим, как недостаток блага. Нет, просто если бог надмирен, то он не может не быть благом по отношению к этому миру. В любом случае, давайте как бы пока, вот на данном этапе наших семинаров, пока не будем... Потому что то, что выше, оно уже по определению блага к тому, что ниже. Понимаешь, нет? Еще раз говорю, что выше, ниже, это нечто тоже еще непонятно. Что значит выше, что значит ниже. Вообще говоря, изначально мы пытаемся сейчас рассуждать в некой уже существующей парадигме богословия мышления. Да, мы считаем, что вот они там продумали какие-то свои ходы, да, и мы просто разбираем то, что они создали. Вот у них есть своя концепция, концепция того, что бог творит мир из ничего. И мы в этой рамках этих концепций пытаемся как бы делать выводы настоящие, честные, да. Не так, как вот, что быстро пробежали, как бы всем все понятно, как бы, и мы к этому вопросу не возвращаемся. Нет. Мы хотим этот вопрос изучить досконально, разобраться, является ли эта конструкция адекватной самому рассуждению, или не является. Является ли она внутренней противоречивой, или не является. Вот что, вот что нас занимает сейчас. Понятное дело, наверное, что можно попытаться поварьировать предпосылки, да, можно попытаться поварьировать понятие блага, там, и зла, там, поварьировать понятие скум, вот это того, что может быть ли бог один, или бог богов много, там, и прочее. И в зависимости от того, как эти предпосылки мы будем изменять, конечно же, и выводы будут меняться. Но в рамках вот богословия традиционного, богословия мышления, бог один, он является благом, и зло является недостатком благ. И вот поэтому не может сотворить второго бога, то есть мира как второго бога, да, и поэтому мир творится как нечто более, как отличное от того, чем представляет сам бог, а значит творится как чем-то, что имеет недостаток в себе блага, а значит является по определению злым. И получается, что этот бог, творец, будучи благом, является, тем не менее, творцом зла. Это противоречие. Поэтому это богословие, оно как бы требуется, по крайней мере, в этом богословии требуется этот вопрос как-то решать. Пока вот на этом уровне мы оставим этот разговор, да, попробуемся, двигаемся дальше. Попробуем проговорить теперь о том, что представляет собой зло. Опять же, мы сейчас не будем касаться некоторых определений, да, того, что такое зло. Пока будем оставаться вот в рамках вот такого простого богословского определения, что зло есть недостаток блага. Да, не будем пока углубляться, потому что на самом деле представление о зле, тоже такое непростое представление, требует отдельного рассмотрения, там, существенного, там, это требует еще, там, многих, это дополнительных введений, да, многих определений. Мы пока остановимся на простом определении, что зло – это недостаток блага, что в этом отношении зла как бы в мире нет, в абсолютном смысле, да? То есть в абсолютном смысле существует только благо. И благо, вот как в сфере, да, вот есть центр, а есть периферия, она как бы вот разной интенсивности, да, вот в центре максимальная интенсивность, да, и она по мере периферии к своим границам, как бы, вот она теряет интенсивность, да, что вот эта вот сфера абсолютного сознания, она не является однородной, да, изотропной. Она является вот своего рода вот такой вот, внутри себя различающейся, да, есть это некий центр, да, а есть периферия. Причем в рамках философии сознания я пытался сконструировать некую модель того, что представляет собой наше сознание, и пришел к выводу, что можно построить следующего рода модель. Но тем, кто интересует подробности, может обратиться к соответствующему видео на нашем канале. Сознание наше, вот как мне представляется, вот некого рода модель, да, выглядит следующим образом. Вот есть сама сфера сознания, это общее основание, да, сознания, а есть внутри этого сознания фокусное сознание. Это фокусное сознание связано с тем, что мы называем вниманием. Вот есть наше внимание. То есть мы, например, когда воспринимаем мир, мы, у нас есть вот некая область, которая вот связана с вниманием, и мы это можем внимание, допустим, на чем-то сосредотачивать, а есть, тем не менее, несмотря на это внимание, постоянно вот как бы периферическое зрение. Ну вот если рассуждать в теме именно зрение, да, то мы, несмотря на то, что чем-то все свое внимание, допустим, погрузили на что-то, вот как я сейчас, да, я пытаюсь высказать некую мысль. Я постоянно эту мысль удерживаю и на ней сосредотачиваю, и все внимание сосредотачиваю на ней. Но тем не менее, вся периферия никуда не девалась, она тоже сохраняется, да. Но просто там интенсивность меньше. Вот есть центр интенсивности, да, центр интенсивного сознания, а именно центр связанного с вниманием, да. Можно было бы его сказать так, что в нашей сфере сознания есть внутри как бы маленькая сфера интенсивного сознания. И она перемещается по этой сфере. Я могу, допустим, глаза перемещать, да, я могу там внутри. Если наше сознание, оно же не выглядит так, как просто сфера вокруг человека. Она же и внутри, и во мне, да, как я говорил, она как бы спроектирована изнутри во мне. Я могу, например, эту, вообще говоря, сферу сознания лучше называть конфигурационной сферой, да. Вот я могу внимание свое направить, например, на мышление, да. Могу внимание свое направить, на память направить. Могу внимание свое направить, допустим, на восприятие, то есть как бы выйти как бы во мне там, да, вот, и смотреть там. То есть, иначе говоря, я могу вот эту сферу внимания как-то перемещать по своему вот конфигурационному процессу сознания, да. Перемещать. Точно так же, и если мы теперь говорим о том, что порядок земной и небесный один и тот же, да, мы пытаемся вот эту модель перенести на то, как понимается абсолютное сознание. Можно было бы говорить о том, что в абсолютном сознании точно так же есть вот эта огромная сфера, да, и интенсивность разная. Вот есть некое точно так же у абсолютного сознания есть некого рода аналогия или метафора вот этого фокуса на основном, как у нас, да, как бы внимание. И вот это внимание перемещается по всей сфере сознания абсолютно. И поэтому можно говорить о вот некой градации, да, говорить об этом центре, который связан с фокусом. Причем этот фокус уже может двигаться, как и наш. Это не просто в буквальном смысле как бы центр, да, вот сферой внутри центра, потому что центр – это вот это фокусное сознание. У нас ведь точно так же сознание, центром сознания является вот этот фокус нашего внимания. Мы раз внимаем, допустим, читаем книгу и полностью углубились в эту книгу. Раз отвлеклись, посмотрели, допустим, в окно, или посмотрели там на кота, там, и так далее. Потом опять углубились в книгу. То есть наше внимание, оно вот как бы, иногда бывает блуждающее, да, иногда мы можем им завладеть и, допустим, полностью углубиться и сконцентрироваться на чем-то одном. Да, а иногда оно бывает рассеянным, да, полностью, мы как бы, можно взять, рассеять весь свой взгляд и видеть, как бы, всю сферу перед собой, да, вот так рассеянно, да, то есть, все свое внимание рассеянно. Так вот, еще раз, если мы переносим это представление на абсолютное сознание, то тогда вот возникающие аналогии между тем, как устроено наше человеческое сознание и тем, как могло бы быть в нашем человеческом представлении устроено абсолютное сознание, да, можно попытаться найти какие-то вроде новые выводы относительно того, что представляет собой Бог. Ну, прежде всего, здесь просто в качестве замечания хочу заметить, что мы созданы по образу и подобию Божьему, да, то есть, когда я говорю о том, что человек есть сознание, Бог есть точно так же сознание. А если вдуматься в этот разговор, что мы созданы по образу и подобию Божьему, это означает тот же самый разговор, что мир, порядок земной, порядок небесный один и тот же порядок, да, вот это все разные формулировки, на самом деле, одного и того же, да. но и того же представления, что есть некое такое подобие сверху вниз. Есть человек, как-то он устроен, есть божественный, Бог, как-то тоже он устроен. И понятное дело, что прямой аналогии нет. Мы каждый раз должны все-таки понимать, что есть существенная разница между абсолютом и конечным сознанием. Но все равно какие-то конструкты все-таки имеют аналогию. И эти аналогии мы можем использовать для того, чтобы понимать, что такое Бог. Немного получится странное. Я сейчас не делаю абсолютно каких-то выводов, а пытаюсь просто двигаться и иногда в каких-то отдельные моменты просто забегать вперед, для того, чтобы посмотреть, какие возможности вырастают. Вот представление о троице. В этой конфигурации, того, как выглядит абсолютное сознание. Есть у нас сфера абсолютного сознания, вне которого ничего нет. Внутри фокусное сознание. Представление о троице будет выглядеть следующим образом. Есть вот эта сфера сознания, это как бы Бог-Отец. А вот это фокусное сознание. Это Бог-Сын. А сам процесс сознания, который осуществляется внутри этой сферы, это деятельность, которая постоянно осуществляется. Это Дух Святой. Вот такая возникает, такая интересная аналогия. Почему очень важна, почему вот эта аналогия, что фокусное сознание и Сын очень для нас важна? Потому что цель христианства, если мы все-таки находимся в богословии христианском, состоит в том, чтобы человек обожился. И путем этого обожения является путь Христа. То есть в каком-то отношении Христос и путь Христа – это есть модель, по которой обождествляется каждый человек. То есть если брать представление христианства, получается так, что Бог воплотился в человека для того, чтобы человека поднять до Бога. И цель христианства состоит в том, чтобы обожиться. В чем можно было бы заключаться в модели такого сознания? В чем могло бы заключаться представление об обожении человека? Христос является вот этим фокусным сознанием, которое находится в сфере Бога. И люди были бы просто дополнительными некоторыми другими фокусными сознаниями. То есть вот эта вот божественность, она огромная, она позволяет и нам включиться, быть тоже такими же фокусными сознаниями внутри этого огромного хозяйствования Бога, того, что представляет собой Бог. То есть обожение тогда просто означает, что мы сейчас такие же маленькие фокусные сознания. Мы уже здесь тренируемся управлять этими фокусами. Уметь владеть своим вниманием. Уметь управлять с помощью этого внимания своим телом и прочее. Управлять даже, может быть, не только своим телом, но и вообще миром. Но вообще активно участвовать в этом мире. Ведь все наше активное участие, оно связано с нашим вниманием. Оно связано с этим фокусом сознания. Тогда Бог будет совершенствоваться. Нет, послушай, подожди, по поводу совершенствования. Просто факт состоит в том, что в этой аналогии можно говорить о том, что наше фокусное сознание – это и есть наша личность, которая восходит к Богу. И там она либо может закрепиться в качестве фокуса сознания, либо не может. И поэтому мы должны тренировать, если так можно выразиться, именно наше внимание. Именно вот это фокусное сознание. То есть заниматься не богословием, а вниманием. Потому что именно в этом внимании заключено некоторый смысл того, что можно было бы назвать обожением. Все пока еще держится на уровне интуиции. Я здесь не могу даже больше, более сказать. Просто мне кажется, что здесь интересные есть возможности, которые можно было бы поварировать и потом пытаться понять. Здесь нет никакого абсолютного высказывания. Это просто своего рода внутри представление об аналогии между нашим сознанием и сознанием абсолютным. Можно вот провести такую линию. Что такое могло бы быть обожение? Обожение могло бы состоять в том, что наше сознание в его фокусном варианте поднимается в некое божественное сознание, в абсолютное. И в этом сознании становится еще одним фокусом. Много фокусов. Не один. Вот Христос там есть этот фокус. Это не значит, что нам своим нужно внимание и тренироваться, правильно? Нам-то нужно просто сознание спробравить полноценно. Нет, дело в том, что тут есть проблема. Давайте немножко в сторону отойдем. Проблема, состоящая в этике. Если мы понятие сознания понимаем в разрезе этическом, то возникает такая вещь, как честность. Ведь что такое сознание? У нас всегда возникает такая ассоциация сознавать, не сознавать. Это вопрос в этическом разрезе связан с тем, что честно относиться ко всему. Вот, допустим, вести себя последовательно. Если ты ведешь себя сознательно, это что означает? Это означает, что ты не закрываешь глаза, что ты сейчас поступаешь иначе, чем думал, как надо поступать. Или как я по-другому поступал раньше. А ты честно каждый раз всматриваешься в проблему, всматриваешься в свои действия, поступки, и ведешь себя соответственно своему сознанию. Нельзя, на самом деле, допустим, сознавать, что надо вести себя, допустим, правильно, а вести себя в иные минуты, как варвар, или как какой-нибудь деспот и прочее. Понимаешь, надо быть… Если человек постоянно сознает, то он постоянно соотносит свои поступки сейчасшие, свои поступки предыдущие и свои поступки будущие. То он постоянно находится вот в этом сознании. И сознающий человек, он как бы всегда остается в честности. Он всегда промыслит все свои поступки, он всегда промыслит все свои движения, свои импульсы. и прочее. По какому-то отношению, здесь можно было говорить о контроле, что сознание там что-то контролирует. Но мы все-таки ведем речь не с этой позиции, а с позиции этики. А с позиции этики возникает такая категория, как честность. Я просто немножко забежал вперед, чтобы показать, что сознание имеет многие выходы, что даже простое понимание сознания уже нас прямиком приводит к этике. Если вдуматься, как бы вершиной этой этики будет потом некая формальная этика, в которой выступает равное сознание в отношении друг к другу, в симметричном отношении. Но это как бы опять же забегание вперед. А теперь я просто хотел бы немножко слов сказать вот про зло. Мы уже начинали этот вопрос затрагивать. А если мы зло понимаем как недостаток блага, то зло является чем-то несущим. Его как бы не существует. потому что оно возникает только когда взаимосоотносятся неравные. когда одно большее благо и меньшее благо взаимосоотносятся, то между ними возникает то, что можно было бы назвать злом. Потому что меньшее благо по отношению к большему является чем-то недостаточным и в этом отношении злым. Но оно не в абсолютном смысле. Понимаешь, когда мы так говорим, что оно зло, это неправильно. Оно же не в абсолютном смысле зло. По отношению к высшему. А если по отношению к более низшему, то добро. Да. Поэтому лучше говорить о недостаточности его. Потому что понятие зло, оно якобы противостоит добру как второе начало. Да. Вот есть философия монизма, да, а есть философия дуализма. Монизма, когда есть одно начало, да, когда вот есть благо или бытие, а ему ничего не противостоит. И небытие всегда понимается как недостаток блага, да. Как недостаток бытия. Это вот монизма. А дуализм, когда есть два начала, да, которые соперничивают друг другу и равновелики в каком-то отношении, да. И не сводим их друг к другу. И вот если и проблема состоит в том, что мы часто зло делаем таким вторым началом. Я просто здесь хотел про зло поговорить, потому что, ну, это мне показалось важным в связи с дальнейшим изложением, да. Тут в чем состоит проблема? Проблема состоит в том, что вот мы, люди, имеем такую возможность делать в своем сознании, да, гипостазировать зло, что называется, делать зло вторым началом. Поскольку мы подобны Богу, да, в каком-то отношении у нас есть такая сила. И эта сила, конечно, распространяется на наше сознание, да. Эта сила состоит в том, что мы можем внутри своего сознания сознавать мир так, как мы того желаем. Да, то есть мы можем, ну, или как мы того, может быть, иногда и не желаем, но как у нас получается. Иногда мы можем сознавать мир таким способом, что как будто бы зло существует как противодействующее второе начало по отношению к первому началу, а именно добру. И даже в христианстве, да, это часто иногда проявляет себя, даже в Евангелии, да, когда говорят о сатане, там, о каком-то персифинификации зла. Есть якобы некое персифинифицированное начало злое, да, которое противостоит доброму началу Богу. Рассуждается о том, что мир лежит во зле, говорится о том, что на самом деле князем этого мира является там сатана и прочее. То есть получается так, что в каком-то отношении зло является вторым началом по отношению к первому началу, к Богу. И вот весь этот разговор, он был бы невинным, если бы не шла речь о том, что каждый из нас может на самом деле жить в таком мире, да, поскольку каждый из нас сознание, и каждый из нас в некотором отношении создаёт мир таким, каким может сознавать или каким хочет сознавать. Здесь как бы возникает вопрос о том, что каждый из нас даёт возможность существовать тому, что он сознаёт. Допустим, если человек считает, что вот верит в инопланетян, да, то в его мире, в его сознании будет место этим инопланетянам, да. И эти инопланетяне будут там какие-то козни там совершать против него, скажем там. Они постоянно будут какие-то совершаться там события, которые он будет связывать с инопланетянами и прочее. Но точно так же, как религиозный человек, да. Для религиозного человека интерпретация событий, которые вокруг него происходят, связана, ну, с Богом, да, там, как бы... Да, или, допустим, действительно, или там какие-то с дымовым, да. Дымовым. Дымовым, да. Представь, если человек, который верит в какие-то сверхъестественные силы, у него будут везде проявляться сверхъестественные силы, барабашки какие-то там стучать и прочее. Иначе говоря, на самом деле, каждого из нас в сознании существует как бы свой мир обособленный. И в этот мир человек может поселить существ, которые он посчитает, посчитает, как бы, правильно поселить. Он может это сделать по своей воле, может он сделать там по тому, что там просто доверится кому-либо. Ну, в любом случае, как бы, через нас, в каждом, из нашего, в каждом сознании, каждого человека может каждый человек может в своем сознании создать свой локальный мир. И в этом локальном мире он может, этот мир может представляться собой достаточно отлично от того, как этот мир понимает другую. Почему такая возможность существует? Потому что существует возможность интерпретации. Да, мы всегда можем отнестись ко всем событиям с определенного рода позиций. У нас есть свободное мышление, мы можем много что конструировать, вот как мы говорили про атеистов и теистов, что один и тот же факт, а именно то, что божественное откровение ограничено нашими способностями, можно интерпретировать двух смыслов. Можно интерпретировать смысл того, что никакого Бога нет, а можно интерпретировать смысл того, что просто мы не можем вместить все откровение Божие, а вмещаем только тем способом, каким мы сами способны. То есть просто это одна и та же факт, да, субъективность истолковывается по-разному. Точно так же могут в нашей жизни факты внутри каждого сознания истолковаться по-разному. И в зависимости от этого строится мир исходя из этого, из того, как он сознается. Так вот, теперь обращаясь ко злу. Так вот, точно так же каждый из нас может дать злу внутри себя жизнь, когда он на самом деле будет это зло сознавать. Я уж не говорю о том, чтобы действовать. Это как бы будет дальнейшее развитие этого момента. Но если каждый из нас будет на самом деле внутри себя вот это зло сознавать и... Что значит сознавать зло у тебя? Я имею в виду как второе начало, противоорисовывающее добро. Это будет означать, что он просто считает на самом деле, что мир распадается в дуализме добра и зла. Что тем самым, как бы, ведь дуализм добра и зла приводит рано или поздно к тому, что никакого Бога-то нет. Да, если Богу противостоит какая-нибудь другая сила, равная ей, да, там, неважно противоположная или нет, Бог перестает быть неким абсолютным. Да, Бог сразу, сразу, как бы, ограничивается этой силой. Но опять же, получается, что как бы два Бога, да, один Бог добрый, один Бог злой, неважный. Если начало два, если благо, и есть противоположное начало благу, да, и она противостоит именно как второе начало, не как, как мы говорили, да, что зло есть недостаток блага, то есть нечто несущее, а именно как второе начало. То получается, что возникает, как бы, вот противоборство никаких двух начал. Это два Бога получается. Ну да, два Бога получается. Но я это имел в виду, на самом деле, вот что. Я имел в виду, что если мы, наши богословия... А два Бога у нас должны будут свестись потом к общим основаниям. Да, да. Вот. И что? На самом деле, знаешь, что тут интересно? И что я хотел, собственно, в чем сам мысль доставил? Мысль с СССР в том, что мы... Почему нужно выстраивать богословие, да, и выстраивать его последовательно? Потому что для того, чтобы внутри этого нашего сознания каждый мог бы выстроить правильную систему, да, вот эту иерархию добра и зла. Чтобы он понимал, что зло, на самом деле, как несущее, оно существует только за счет того, что мы это зло удерживаем как зло. Если мы это зло будем понимать как недостаток блага, то это совсем другое отношение козлу. Ведь если мы не делаем это зло вторым началом, если мы его не удерживаем и не пытаемся, допустим, пересонифицировать в виде какого-то демона, какого-то дьявола и сатаны, если мы отказываемся от этого, то тогда, на самом деле, в нашем мире сознании все эти вещи исчезают. Нет никакого неориального дьявола, никакого сатаны, никакого такого злого начала отдельного. Одно другое-то не отличает. Здесь не обменяет. Могут быть и дьявол, может быть, ну, короче, могут быть злые сущности. Ну, могут же они быть по отношению к Богу. Мы все маленькие дьяволы. Это может сколько угодно, но это никаком отношении не является про зло. Можно говорить о... А, в том смысле, что не может быть абсолютного зла, я согласен. Нет, при чем есть абсолютного зла? Вообще зла не существует. В каком отношении будет существовать не вот этот... Зла как сущность. Да. В каком отношении будет это зло существовать, да, потому что есть сознательная воля, да, и в каком-то отношении потом зло будет существовать. Ну, как оно... Ну, не существовать, это отдельный разговор. Просто надо говорить о том, что дьявол когда-нибудь покаятся. Дьявол ничем не отличается от человека. Если он даже существует, он точно такой же в этом мире субъект, как и человек. Да, да, да. Ну и что, зачем тогда нужно представление? Людей и так много. Зачем нужно представление о каком-то дьяволе? Нет, ну, у него же там какие-то там супер-пупер способности. Ну, понятно, в общем. Вот это состоит вся проблема. Проблема тут еще уже с другой стороны заходит. Зачем вообще людям вообще такое представление о дьяволе? Ну, понятное дело, что можно это объяснить тем способом, что человек типа слаб. И как бы надо иногда какие-то вещи там, которые с ним случаются, объяснить, что это не мог сделать Бог. Да, мог сделать только какая-то там противодействующая силу от дьявола. Ты вот это самое. Богу. Если исходить из того, что мы знаем, то, конечно, мы с тобой лично никогда не видели ни беса, ни дьявола, как сущности. Но с другой стороны, сказать, что уж этого точно не существует, тоже нельзя. Можно здесь сказать, вот, философски только о том, что... Ну, ладно, не знаю, что зла нет как сущности получается. Получается, есть как... Понятное, что я только что разговариваю, что если зло является отсутствием блага, то нет никакого дьявола, как пересединификация некоторого зла. Нет такого отдельного злого начала. Из того, что каждый отдельный человек может быть в иные минуты злым, может быть. Но это как бы не говорит о том, что зло существует как пересединификация, как некое отдельное существо, которое всегда зло. Такого не бывает. Тогда просто этот дьявол, на самом деле, если даже как бы такое существует, просто ничем отличается от человека. Нету пересединификации зла, нету. Ну да, нету. Ну, почему? Потому что нету зла, как начало. Если бы такая пересединификация зла была бы, если бы нашелся человек, который всегда зол, всегда, да еще оказался бы бессмертным, там, я не знаю, допустим, то это бы означало, что значит зло есть. Понимаешь? Но нет такого. Если бы, я говорю, что... Либо мы считаем, что зло есть второе начало, есть второе, второе начало зло. Либо нет. Ну, доказать это можно двумя способами. Либо надо указать на нечто злое, которое всегда злое. Понимаешь? На благо мы можем указать. Каким образом? Что бытие, мы говорим, что бытие, бытие есть благо. Вот, бытие мы можем указать. А как на зло мы можем указать? Мы говорим, что зло это отсутствие блага. Да, не отсутствие, а недостаток блага, да? И поэтому есть градация злого там. Укажи мне на зло, как субстанцию, укажи. Ты можешь сказать, что как указать? Никак не укажешь в этом... На вещь указать это же невозможно. А как можно указать? Можно пересединифицировать это зло в виде субъекта. Точно так же как Бог. У нас есть пересединификация добра, благо. Точно так же надо указать пересединификацию дьявола. Но не обязательно, что он даже Бог второй. Не обязательно. Но важно, что он был бы пересединификацией зла. Просто если мы... Слушай, я не понимаю, почему не может быть пересединификацией зла? Потому что тогда бы зло было бы сущим. Не важно, сильнее было Бога или не сильнее был Бога. Ну, пускай будет сущим. Ну, тогда, значит, два начала. Не, а не Бог благо. Тогда зло является злом. А добро является добро. Нет. И между ними эта связь устанавливается внешне. Так не может быть. Ну, как тебе сказать. Так не может быть, да. Но... Вот Вселенная большая. Наверняка мы в ней не одни. Может, там бы какое-то из всех существ самое злое существо. И что? Я же тебе объясняю, зачем брать это злое существо? Брать достаточно, наверное, людей. Ну, были же, наверное, люди злые. Да, вот на Земле живут люди, и у всех людей есть какой-то человек, который самый злой. Но он не является пересединификацией зла. Не является. Он точно так же является в каком-то отношении иногда и добром. Может, он любил там домашних животных или что-то. Но не бывает такого. Если бывает, то это было бы доказательство на самом деле. Нет, нет. Есть зло. Абсолютного зла нет. Я согласен. Человек умирает, к тому же, да. И как бы, допустим, он даже всю жизнь там злился, злился и все-таки умер. Но тем не менее, все равно не пересединификация зла. Все равно. Он исчез. Понимаешь? И все. И вместе с ним исчезло его зло. Что тут не так? Да это понятное дело, что ты больше всего не поражаешь. Как у тебя концы с концами присвоятся? Либо зло есть как отдельное начало. Отдельное, самостоятельное начало по отношению к добру. Либо нет. Еще раз говорю, другое третьего не дано. Если ты считаешь, что зло это только отсутствие, недостаток, благо. Не отсутствие, а недостаток, благо. Да, потому что там градация существует. Это один разговор. Никакого персонификации зла быть не может. Нет никакого ни дьявола, ни сатаны. Ничего такого нет. Либо ты считаешь... Ладно, бухнем сатаной с дьяволом, допустим, их нет. Я не об этом. Либо ты считаешь, что есть независимое, самостоятельное начало злое. Оно противостоит некому добру. И можно двигаться в отношении зла. Куда-то углубляться можно в отношении добра. Это и означает, на самом деле, что богов два. Не важно, один из них сильнее, другой. Это же не важно. Ты как человек, ты можешь сознательно стремиться к добру и совершенству. Еще раз говорю. А скажи мне, взлет не можешь совершенствоваться? Мы до зла дойдем. Мы, как это еще раз говорю, взлет может совершенствоваться. Но... Вот я об этом говорю. Потому что зло... Так вот, под дьяволом... Подожди, ты сначала меня дослушай. Потому что из того, что я сказал, не следует пока еще никаких выводов. Потому что зло является несущим. Но в человеке оно может быть злым намерением. Намерение... Так добро тоже несущее. И добро. Добро тоже несущее. И добро. А добро сущего в виде бога. Это благо. Благо. Это и добро. Это одно и то же слово. Ну как сказать? Ну ладно. Благо, это просто добро на старославянском языке. И все. Благо, добро, это одно и то же слово. Давайте вернемся к моменту, когда мы говорили о том, что мир не благ. Ну почему не благ? Понятно. Что богословим ишением. Каким образом возникает дилемма? Дилемма возникает, что мир не благ, потому что Бог творит нечто, во-первых, иное. То есть Бог является благом, Он творит мир как нечто иное, и мир как иное является неблагим. И во втором смысле мир не благ, потому что он не является вторым Богом. То есть в первом смысле как бы он во вне находится Бога, во мне блага. А во втором смысле мир не является сам по себе уже мир, сравниваясь с Богом. Мир не является Богом, таким же совершенным, как Бог. И в этом отношении, в относительном смысле, он не является благим, да, а он является чем-то, что имеет внутри некий изъян, недостаток, да. А мы и говорили о том, что зло есть, а недостаток блага. То есть мир является злым. То есть вот богословие мышления в двух смыслах, как бы, мир является злым. Смотрите, можно было бы, на самом деле, попытаться оправдать то, что мир является злым. И вот мы уже говорили, да, что в гоностицизме это оправдывается тем способом, что богов два. Один бог не творит мир, да, вот тут настоящий бог верховный, а творит мир некого рода демиург, да, слепой демиург. Причем, заметьте, что он слепой демиург, да, опять же отсылка к этому, к сознанию. Потому что сознание, оно связано со светом, оно связано с ясностью, да, вот оно связано с сознанием. А слепой, да, вот оно обращает нас к бессознательному, к чему-то, да, такому слепая воля, да, слепой рок, вот нечто такое, да, бессознательное, да, такое начало. И вот это вот бессознательное начало к бесслепой демиург, он, или злой демиург, да, вот он творит злой мир. И тогда как это описывают гностики? Они говорят о том, что, в принципе, материя является злым. Да, вот мы живем в материальном мире, и сама материальность является злым. И мы, как частицы света, как сознание, закованы в этой материальности. И есть некое противопоставление между нашим сознанием и материальным телом. И отсюда вырастает на самом деле... Надо освободиться. Да, и надо освободиться. Отсюда вырастает монашество. Монашество изначально вырастает отсюда. И причем первое такого монашества, оно как бы... Маркион, который исповедовал такого рода представления, он как раз и говорил о том, что, согласно Маркиону, должен быть абсолютный аскетизм. То есть человек должен полностью отказаться от своего тела. То есть полностью пытаться с ним бороться, уметь чулять его и прочее. И вообще говоря, монашество, оно именно посвящено этой теме. Теме того, на самом деле, что материя, она злоб. Даже в христианстве есть такие представления о том, что этот мир, это находится возле, да, вот князь мира сего в этом мире правит, там, и прочее, и прочее. Ну это, ребят, занесло, ребят, да. Не, почему? Даже логидеры крайности смыкаются, и получается, что это самоуничтожение становится. Ну это пускай самоуничтожение. Ты одно пойми, что здесь присутствует некоторое родо богословие, логика присутствует, да? Ну логика-то неправильная. Ну подожди, по поводу неправильной логики, мы должны сначала эту логику проследить до конца. Так, на самом деле существовала диаметрально ведь противоположная логика, которая базировалась на том же сам, а именно разнузданность телесная. Был другой гето-гностика, а именно Симон Мак, который вообще проповедовал, что вот есть некого второго рода там ритуальная сексуальность, и надо там всячески своим телом там как бы там… Это другая крайность. Да, это использовать во всех как бы возможных способах там сексуальных. Почему? Потому что поскольку есть различия внутреннего вот этого сознания, да, и тела, то совершенно не важно, что творится с телом, да? Что разнуздывая свою чувственность таким образом, этот гностик показывает, что для него тело ничего не значит, понимаешь? Он остается чистым, независимо от того, как вот ведет себя тело, да? На самом деле, если почитать послание апостола Павла, там такая же тоже есть разнузданность. Смотрите, определенного рода христиан тоже появилась такая логика, да? Поскольку вот он, каждый христианин является внутренним человеком, то совершенно не важно, какую жизнь ведет тело, да? Вот как бы люди жили рядом с телом. То есть тело своей жизнью живет, и пусть оно как он хочет там живет, да? А вот в внутреннем человеке как бы вот христианин живет другим образом. Вот эти два противоположности в любом случае здесь возникает вот противопоставление, да? Сознание и телесно, материальное. Потому что материальное понимается как злое. Так вот, этот вопрос необходимо решать, да? Просто на самом деле вот представление о материи как о чем-то, что является злым, оно на самом деле неизбытно всякий раз возникает. Почему? Потому что мы все равно воспринимаем сами себя как нечто внутри тела, да? И вот наше взаимоотношение с телом очень важно. Мы должны это однажды установить в богословии, богословски установить этот вопрос, да? И решить, как же здесь возникает соотношение. Причем всякий раз это соотношение выстраивается, исходя из того, как понимается взаимоотношение Бога и мира. Если изначально, согласно богословию мышления, Бог был сам по себе, Он был Духом, да? И не было никакого мира, а потом Он мир сотворит, это же аналогия переносится и на человека. Что человек на самом деле точно так же Дух. И что телесное в нем, это на самом деле нечто только тварное, да? То это нечто то, что как бы временным является, да? Да, ведь в христианстве же есть представление о том, что душа не умирает, она вечная, а тело умирает. Да, иначе говоря, как бы вот это вот противопоставление души и тела, там, духа и тела, там, оно постоянно везде возникает. И оно может либо в таких вот гонастических формах возникать, да, когда всякое, все материальное становится злым. Да, и это зло даже не просто является, тело является злым не только потому, что оно, в нем мы законы, да, то есть мы Духи, светлые Духи. Но и вообще, в принципе, все материальное зло. Не только наше тело, а все материальное зло. Вот этот вопрос, оно требует богословского осмысления. На самом деле, конечно же, поскольку, если мы подходим к вопросу со стороны богословия сознания, мы не можем говорить, что материя является злом. Почему? Потому что материя находится внутри сознания. То есть материальный мир находится в Боге. И материальный мир точно так же в благе, как и все остальное. Материя не может быть злом. И поэтому противопоставляет наше тело. Нет, тут знаешь, как можно еще сказать, еще как и логика будет. Ведь все-таки сознание – это не одно и то же, что и тело, да, согласен? Согласен? Да. И мы можем сказать, что сознание более совершенное, чем тело. И в этом смысле, по отношению к сознанию, тело является низшим. То есть в нем меньше блага, оно же бессознательное тело. Понимаешь? Вот при таком разделении, я не знаю, как бы, это как бы на грани безумия уже такого своеобраза. Тут надо понимать, с одной стороны, что сознание без тела здесь, на земле, по крайней мере, не может существовать. Но в то же время надо понимать, что сознание – это нечто высшее по отношению к телу. И как бы тело является… Сознание не может идти на поводу у тела. Понимаешь? Отсюда вот такой аскетизм, мне как бы понятен и близок, когда мы ограничиваем тело для того, чтобы дать максимальную возможность сознанию развиться и совершенствоваться. Понимаешь? Но не такой аскетизм, когда мы полностью уничтожаем тело, чтобы освободить сознание. Вот в этом смысле может быть противопоставление тела и сознания. И в этом смысле тело является злом по отношению к сознанию. Как менее совершенным. А сознание является благом. Представление о том, что, как ты говоришь, противопоставление тела и сознания, оно настолько углублено в гностиков, да, и не только в гностиков, на самом деле даже у апостола Павла, который считался некоторыми богословами, типа Тертулиана, там, своего рода, апостолом этих… Ереси, апостолом Ереси. Почему? Потому что у апостола Павла и у гностиков есть разделение всех людей на пневматиков, на этих психиков и на хеликов. Ну, пневма – это и есть дух, да, психия – это душа, психики отсюда. Хюль – это материя, да, то есть это вот связанное, нечто связанное с темой, да. Ну, или соматики, по-моему, переводится у апостола Павла. Дело в том, что такие представления во времена апостола Павла, они были распространены среди христиан. Почему? Потому что тогда еще писания не было, да, в том виде, как мы сейчас его знаем. И вообще говоря, на самом деле, вот это вот разделение, оно как раз и говорит о том, что ты говоришь. Кто такие были психики? Психики – это те, которые руководствовали с внутренними побуждениями своей души, да. То есть они были выше тех, которые были хиликами. И ахилики, которые полностью руководствовали с инстинктами, да, то, как их влекло тело. То есть они слушали зоого тела, как бы, и исполняли его прихоти, да, вот это прихоти тела. Как бы то, что называл апостол Павла, рабами были, да, своей плоти. А психики, они уже были на более высоком уровне развития, как ты говоришь, более совершенными были, да. Но все равно они, как бы, руководствовались некими внутренними влечениями, да. Они еще не могли руководствоваться духом. А вот как раз только пневматики, да, высшие проявления человечества, они как раз состояли в том, что вот они как раз руководствовались духом, да. И, в принципе, как бы, именно пневматиками гностики называли вот этих вот знающих людей, да, которые пытаются к Богу подняться с помощью знаний. Именно они были пневматиками, да. Это выдающиеся, как бы, своего рода люди. То есть у них был дух, у них было сильное сознание, и они вот все сознавали, пытались, как бы, постигнуть Бога, исходя из знаний. Так вот, вот это вот разделение, оно как раз в каком-то отношении говорит о том, как ты противопоставляешь людей сейчас, да. То есть вот есть некое противопоставляние, как ты говоришь, между телом и духом. Вот оно и есть, почему бы и нет. Оно даже проявляется, видишь, в градациях. У кого что больше преобладает? У одних преобладают больше телесные, да, и они хилики. Они не могут, допустим, двигаться в соответствии своими духовными устремлениями. А другие, да, это пневматики, они не наоборот, они телом управляют, да. Они могут подвигнуть человека, совершать некие дела, исходя из духовных каких-то побуждений, да, исходя из духовных целей. В этом огромная разница. Но это просто являетесь миром, это общее место, тут еще особенно. Ну, я думаю, что любой хилик может стать пневматиком и наоборот. Ну вот, согласно пневматикам, согласно этим гностикам, этого нельзя было сделать. Нет, на самом деле, то, что я хотел обсудить, это статус материи. Да, вот, мы как бы постоянно о мире обсуждаем, обсуждаем, а мир материальный, а сознание нематериальное. Ну, когда я говорю, что сознание нематериальное, это немного звучит как бы там диссонансом, потому что, казалось бы, сознание присутствует в материальном тени и матери, и поэтому оно тоже как бы материальное. Оно нематериальное в другом смысле, да, потому что нет общего поля, да, для сознания и тела. И мы говорили о психофизиологическом дуализме, который непреодолим. Так вот, в чём разговор идёт? Разговор идёт о том, что поскольку материальный мир, когда вообще мир находится в Боге, и всё находится в Боге, то материя, как часть этого мира, является точно так же в благе, точно так же являлся благом, как и весь мир. То есть нельзя говорить о том, что материальность является чем-то злым. Сама по себе, да? Ну да, мы можем взять тогда твоё уточнение в связи с тем, что мы действительно злые, как понимаемые, в относительном смысле, как недостаток блага. Здесь опять же возникает разговор, почему вообще такие проблемы и возня с матерью. И мы возвращаемся в некоторое отношение, опять же, к философии Аристотеля, в котором материя как раз является тем субстратом, да, тем основанием, благодаря которому возникает в мире всё возникновение и уничтожение. То есть всё, что существует временно, всё возникает и уничтожается в материи, через материю. Всё, что вечно, оно существует нематериальным образом. Вот, например, есть форма шара, да, некая идеальная форма, да, которую мы удерживаем в своём мышлении или воображении. И есть форма конкретного шара, да, вот, который находится перед нами, да, какой-нибудь медный шар. Медный шар может однажды, рано или поздно уничтожиться, но это не значит, что форма вот этого шара, шаровидности, да, в виде представления у нас воображения или мышления, он уничтожится. Она останется вечной. То есть материя как бы всегда вот понимается, почему, вообще говоря, материя в итоге, да, у... У гностиков стало всё-таки началом зла, да, является злом. И не только у гностиков, у него платоников тоже является злом, да, несущим. Почему это так случилось? Потому что она связана с вот этим движением возникновения и уничтожения. А то, что является вечным, то, что относится к Богу, да, оно должно было быть невозникающим и неуничтожающимся, да. И поэтому Бог у Аристотеля понимается как-то странно, да. Вроде, с одной стороны, он находится по ту сторону мира, да, как бы, рядоположен с миром, а с другой стороны, непонятно, то ли он материальный, то ли он нематериальный. Да, у Аристотеля получается, что то ли Бог состоит из некой особого рода материи, да, которая не смешана со всеми другими видами материи. Пятый элемент, квинтэссенция, да. То ли на самом деле и Бог нематериальный. Вот это непонятно. У Аристотеля это не ясно. Можно так понять, а можно по-другому понять. Но нам важно что? Важно то, что в любом случае, да, как бы у неоплатонников, у Платона, все, что касается Бога, оно находится как бы вне материи. И вообще все, а все, что находится, все, что является материальным, оно не относится к Богу, оно относится к этому миру. Вот, возникает противоречие, да, и противопоставление того, что представляет собой понятие, да, мышление, и того, что представляет собой все материальное. Если мы вдумываемся, это противопоставление, то оно соответствует тому, что в нашем сознании есть различие между тем, что мыслиться, да, и тем, что воспринимается чувственно. И вот это вот различие, на самом деле, оно просто переносится также на различие между материальным, да, то есть тем, что подвержено возникновению и неуничтожению, и тем, что только мыслиться, да, тем, к некому роду идеям, да, которые существуют, независимо от материальности. Вот это вот противопоставление, оно возникло уже давно, там, начиная с Платона, и оно как бы до сих пор существует даже в богословии. Вообще, откуда взялось, что Бог принадлежит к порядку мышления и является мышлением, или является понятием, или является идеей, да? Откуда это взялось? Это вообще взялось из того, что если бы Бог был материальным, то он был бы не вечным, да, он бы тогда возникал и там, и уничтожался. Потому что все материальное, рано или поздно, во-первых, оно когда-то возникает, а во-вторых, оно когда-то уничтожается. По крайней мере, оно подвержено изменению, да, вот говорят об этом. Даже если оно существует вечно, да, там, как, например, у Аристотеля светил, существует вечно, но, тем не менее, они изменяются, да, Они там движутся где-то и прочее. Теперь получается, что если мы все-таки пытаемся рассуждать не в богословии мышления, а в богословии сознания, то что представляет у нас Бог? Так вот, когда мы все-таки становимся на позицию богословия сознания, то у нас получается, что материальность находится внутри Бога. И получается, что в каком-то отношении вроде как Бог материальный. То есть такая вот проблема. Это одна проблема. А вторая проблема состоит в том… Понятно, что мир находится в Боге, что Бог как бы больше мира. Бог является всем, что есть, а мир находится просто в Боге. Это первая проблема. А вторая проблема состоит в том, что если мир находится в Боге, то получается, что внутри Бога есть различие. То есть, допустим, в богословии и мышлении принято на самом деле считать, что Бог внутри себя не различается, он не является чем-то простым. Потому что если Бог имеет счастье, то из этого представления о том, что Бог имеет счастье, древние, допустим, паримениты выводили о том, что все, что имеет счастье, имеет внутри себя небытие относительно. Потому что если мы различаем одно и другое, то одно может соотнести с другим и пытаться между ними устанавливать отношения. Одно является небытием другого. И на этом основании парименит выводил, что Бог представляет собой, ну не Бог, он говорил о бытии. Бытие представляет собой такой однородный шаг, в котором нет никакого различия. В некотором отношении то, что Бог внутри себя имеет различие, имеет некого рода проблематичность. Правда, христианцы говорят о Боге Троице, то есть Бог внутри себя различается на три лица. Так что это не является абсолютным положением. На это просто надо на это внимание обращать, но это является чем-то невозможным. Потому что даже в христианстве есть представление о том, что Бог внутри себя различается на три лица каким-то образом.